Святаго Духа, Аминь. Получение из сборника Иоанна Златоуста О гневе и вражде Из беседы 14 на послание к эфесянам Если кто-либо упадет в страсть гнева, тому апостол предлагает врачевство. Эфесянам 4, 26 Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Ты не можешь удерживаться от гнева. Гнева сейчас, два, три, но да не зайдет солнце, оставив нас врагами. Оно по благодати Божией взошло, да не зайдет же, сиявши на недостойных. Ибо если Господь послал ему по многой своей благодати и сам оставил тебе согрешения, а ты не оставляешь их по своему ближнему, то размысли, какое в этом зло. Притом от него может происходить и другое зло. Апостол опасается, чтобы ночь, захвативши в уединении человека, потерпевшего обиду и еще пламенеющего гневом, не разожгла сего огня еще более. Днем, пока еще многое раздражает тебя, тебе позволительно дать в себе место гневу. Но когда наступает вечер, примирись и погаси возникшее зло. Если ночь застанет тебя во гневе, то следующего дня уже недовольна будет для погашения зла, которое может возрасти в тебе в продолжение сей ночи. Если даже большую часть его ты уничтожишь, то не в состоянии будешь уничтожить всего, и в следующую ночь дашь возможность более усилиться оставшемуся злу. Как солнце, если дневной теплоты его недовольно бывает для осушения и очищения воздуха, наполнивавшимся облаками и испарениями в продолжении ночи, дает этим повод быть грозе. Когда ночь, захватившая остаток этих паров, прибавляет к ним еще новые испарения, так точно бывает и в гневе. Стих 27. И не давайте место дьяволу. Итак, враждовать друг против друга, значит давать место дьяволу. Ибо тогда, как должно нам соединиться вместе и восстать против него, мы, оставивши вражду против него, позволяем себе обратиться друг на друга. Подлинно. Ничто так не способствует дьяволу находить место среди нас, как вражда. И сколько зол рождается отсюда? Как камни до тех пор, пока они плотно сбиты и не имеют пустоты, трудно разламываются, коль же скоро окажется в них скважина, хотя бы такая малая, как острия иглы, или сделается трещина, в которую можно лишь продеть один волос, распадаются и разрушаются, так и при нападениях дьявола. Пока мы будем тесно соединены и сближены между собой, тогда он не может вести ни одного из своих наветов. Но когда хотя бы немного он разделит нас, тогда вторгается к нам, подобно бурной волне. Везде ему нужно только начало. Это для него самое трудное. Когда же начало сделано, тогда он уже сам собой все подвигает вперед. Так лишь только он открыл твой слух для клевет, и лжецы уже приобретают твое доверие, ибо руководствуются своей ненавистью, осуждающую, а не истинную правосудящей. Ибо когда во время дружбы даже справедливым нехорошим слухам не хочется верить, так при вражде напротив и ложные слухи принимаются за истину. Другой тогда бывает у нас ум, другое судилище, выслушивающее не с равнодушием, но с пристрастием и предубеждением. Как положено на весцы свинец, все перетягивает, так и тягчайшая свинца тяжесть вражды. Посему прошу вас, будем всячески стараться о том, чтобы нам до захождения солнца погашать свои вражды. Ибо когда ты не обуздал своей вражды в первый и в последующий день, то часто продолжал ее целый год, и, наконец, она сама по собой усиливалась так, что уже не нуждалась ни в чьем возбуждении. Она заставляет слова, которые говорятся в одном смысле, принимать в другом, заставляет подозревать движения и все, что не есть, перетолковывать в худую сторону и тем ожесточает и раздражает человека, делая его у хуже бесноватых, так, что он не хочет ни назвать, ни слышать имени того, против кого враждует, но всегда называет его бранными словами. Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если помыслим о своих собственных грехах и о том, сколь мы виновны пред Богом. Если помыслим, что мы мстим не врагу, но самим себе. Если помыслим, что враждою мы доставляем радость дьяволу, этому врагу, этому истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду своему ближнему. Ты не можешь ни злопамятствовать, ни враждовать. Будь врагом, но враждуй против дьявола, а не против своего ближнего. Для того и дал нам Бог в оружие гнев, чтобы мы не собственные тела поражали мечом, но чтобы вонзали все ее острие в грудь дьявола. Верзи туда свой меч, по самую рукоять. Если хочешь, вдави рукоять и не извлекай его никогда от Толи. Напротив, вонзи туда еще и другой меч. А это произойдет тогда, когда мы будем щадить друг друга, когда будем миролюбиво расположены друг к другу. Пусть я лишусь денег, пусть я погублю свою славу и честь, но мой ближний всего для меня дороже. Аминь. 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 Спасибо.